книга открытым оком том 1 тема вера вопрос 5 должна ли у человека быть надежда или уверенность в спасении как узнать что трудишься не напрасно почему часто бывает что хочешь сделать добро а получается зло неприятность грех отвечает игнатий тихонович лапкин римлянам 5 глава 5 стих а надежда не постыжает потому что любовь божия излилась в сердца наши духом святым данным нам надежда должна основываться на священном писании на глубокой вере чтобы не оказаться в разочаровании когда надежды не сбываются лука 24 21 а мы надеялись было что он есть тот который должен избавить израиля но совсем тем уже третий день ныне как это произошло полной уверенности что человек спасен окончательно и непременно будет в царстве небесном вечности у православных нет это есть только сектантов они уже спасены в кавычках и даже если и согрешат то бог их накажет но милости своей не лишит так они толкуют свое положение ирмения пророчеств которые касаются только и лично царя давида но они любое обетование данное любому святому тут же подхватывают и присваивают к себе будто бы то что сказано аврааму то это и к нему к бак к баптисту штока ка иакову и тут ш точно к нему к бак к баптисту и что к павлу было сказано то и это к нему к баптисту отсюда такой квардак в их ватриских главах такая каши в кавычках и несуразится И между собой они не согласны в толковании до преизлиха. И в этой своей уверенности они упираются на следующее место Писания. Псалом 88, с 31 по 34 стихи. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, посещу жезлом беззаконий их и ударами неправду их, милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей, не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. По православному учению уверенность в собственном спасении есть прелесть обольщения дьявола, так как мы все еще не спасены, но спасаемся, процесс не окончен. Римлянам 8, 24. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Уже уверовавшим членам церкви апостол Павел советует соделывать спасение, а если оно уже есть и мы бесповоротно и окончательно спасены, то эти слова излишни. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Сектанты учат, совершенно не сообразуясь с Библией, но основываясь только на самообольщении и духовной слепоте. Полученное уже спасение после уверования легко потерять. Можно быть вычеркнутым из книги жизни. Откровение 3, 11. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Многие из верующих делаются отступниками, терпят крах и становятся врагами истины. 1 Тимофею 1, 19. «Имея веру и добрую совесть, которую, некоторую отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Филиппийцам 3, 18. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Сирахов 34, 1. «Пустые и ложные надежды у человека безрассудного, и сонные грезы окрыляют глупых». «Когда таким святым, как Антоний Великий, показано было шествие души праведной по мытарствам, и ученик его видел, как она беспрепятственно проходит одно мытарство за другим, среди полков злобных духов, то радовался и говорил, в кавычках «брат наш спасен», но наставник удерживал его, говоря, в кавычках «подожди, еще не ясно, чем все кончится». И, наконец, было показано, что отворились врата неба, появилась рука, приняла душу, и врата небесные снова затворились. И тогда опытный старец перекрестился и сказал, в кавычках «все, теперь я вижу, он спасен, аллилуйя». О том, чтобы знать, что трудишься не напрасно, святые советуют закреплять звание христианина. Евреям 10.38 «Праведный верую жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». 2 Петра 1.10 «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь». Начатое шествие со Христом требуется сохранить. Евреям 6.11 «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». У англичан есть хорошая пословица. В кавычках «если твое дело не терпит сопротивление, то оно не устоит». У православных существует мнение, что если делаешь добрые дела и не встречается искушение, то оно не приемлется Богом, неиспытано в огне. Все, что мы делаем, делать должны с радостью. Колоссинам 3.23 «И все, что делайте, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Понятие свобода и тюрьма, такой же, как свет и рядом тьма, на мизерном затаренном пространстве пушуют арестованные страсти. Колючее железо и штыки, конвойного надменные шаги, бетонный пол, решетки на окне, душа испепеляется в огне, а совесть мечется за прошлое цепляясь, раздавленная человечьим лаем. Свобода клин еще в крови блуждает, статьею кодекса и сроком зарастает. Свобода и бреди, ну а где она? Свобода вся огромная тюрьма. Утробы и младенец заключен невинный, и к матери привязан пуповиной. Едва родившись, поселился с нами, хватаем, бьем и вяжем пеленами. Всесмертные утления рабы, вожди, герои спрятаны в гробы. Привязан к дому, городу, к стране, к винтовке за плечами на спине. Летает в космосе творец земной из грязи, к земному тяготению привязан. Калиф на час глубится над тобой, и реквием рыдает над тюрьмой. Монах-невольник тычется в углы, в привязанные койки и столы. Чужие люди, ты для всех чужой, с растерзанной, раздерганной душой. Свободы нет, везде рабы страстей. Распятая свобода на кресте. Ко мне приди, слышится с креста. Свободы час для грешников настал. Свобода от греха и суеты даруется с голговской высоты. Но есть мученье ад и скрежет надрыв, и рабство рабств космической дыры. Бесплодный крик отчаяния повис над пропастью порока и убийств. То черное отчаяние дыра наукою очерчено вчера. Ни свет, ни волны выхода не знают у той тюрьмы, где грешники рыдают. О, ужас тьмы и сжатие кольцо, неверия колючее лосо. Спасти от этого лишь кровь Христа сильна, когда при жизни принята она. Душа свободна от греха и тьмы, и не боится никакой тюрьмы. Тюрьма, 1980 год, Игнатий Тихонович Лапкин.